Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Неси Господи. Христос в воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня четверг, 12 мая. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Иоанна, глава 5, стихи с 24 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко слушай и славесе моего, и веруя по славшему мя. Им от живот вечный, и на суд не приидет, но приидет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко грядет час и ныне есть, игда мертвые услышат глаз Сына Божия, и услышавше о живут. Яко живот есть, ибо живот в себе, тако даде и сынове живот иметь и в себе. И область даде ему, и суд от творите, яко Сыну Человечь есть. Не дивитесь о сему, яко грядет час, вон же всесущий его гробе, услышат глаз Сына Божия. И изыдут сотворшее блага и воскрешение живота, а сотворшее зла и воскрешение суда. Не могу а за себе творите ничесо же, яко же слышу сужду, и суд мой праведен есть. Яко не ищу воле мое я, но воле пославшего мя Отца. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, «Когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут». Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. «Не дивитесь ось ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, посвящены продолжению речи Спасителя, обращенной к Иудеям. Слова Христа, приведенные евангелистом Иоанном, содержат дальнейшее откровение о власти, которую Отец отдал Сыну, и упоминание о суде, ожидающем всех людей. Вера в Спасителя как в Сына Божия и повиновение Его словам есть главное условие для восприятия истинной жизни, которое является залогом телесного блаженного бессмертия, а потому Христос указывает, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть верующий в Бога, пославшего Христа и исполняющий Его волю, прямо переходит к единению с Богом, к духовному воскресению, а значит, не подлежит уже осуждению и наследует вечную жизнь. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут». В этих словах Спасителя речь идет о духовном оживлении в результате Его проповеди, так как Сын есть источник жизни, заимствованной им от Отца. Борис Ильич Гладков пишет, «Время это наступает, да оно уже настало. Бывшие до сих пор мертвыми духовно слышат голос Сына Божия, слышат Его учения, и, приняв это учение, нравственно оживут, духовно воскреснут к новой жизни, ибо Сын есть источник жизни, как и Отец». К такому именно пониманию слов Господа об оживлении мертвых приводит нас выражение Его, что время для такого оживления или возрождения настало уже, настало с тех пор, как люди услышали проповедь самого Сына Божия. Чтобы показать, что в обещании воскрешать мертвых нет и следа какого-либо самопревозношения, Христос говорит, что Отец дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. То есть Господу принадлежит и власть суда, потому что для этого Он и стал человеком, будучи по естеству Сыном Божьим. И эта власть Сына Божия, как Судии, завершится в конце концов всеобщим воскресением и праведным возмездием, ибо наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глаз Сына Божия. Но чтобы не подумали, что одной только веры достаточно для спасения, Христос добавляет, «Изыдут творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». Только тогда вера и бывает истиной, когда сопровождается делами. Святитель Феофан Затворник пишет, «И те, которые воскреснут в жизнь, будут на суде, но суд только запечатлеет их оправдание и определение на жизнь, тогда как другие воскреснут только за тем, чтобы выслушать осуждение на вечную смерть. Жизнь и смерть их характеризуются теперь еще от того, что одни делают живые дела, а другие дела мертвые и мертвящие. Живые дела те, которые совершаются по заповедям с радостью Духа во славу Божию. Мертвые дела – все, которые хоть по форме не противны заповедям, но делаются без всякой мысли о Боге и вечном спасении. И дабы некоторые, видя его человеком, не соблазнились, как видимый человек может производить праведный суд, Господь говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». И эти слова Спасителя, сказанные для вразумления слушающих, указывают на равенство сына и отца. Он судит согласно тому, что слышит от Отца, с которым пребывает в постоянном, теснейшем общении. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят о том, что без веры невозможно спастись, потому что именно на ней основывается все человеческое и духовное. Но вера мертва без дел, равно как и дела без веры. Пусть же то, что мы истинно веруем Христу, будет явлено на основании наших добрых дел во славу Божию и соблюдение Божьих заповедей. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...